С современной точки зрения орден это общественная организация, основанная на членстве физических лиц. Люди, туда входят люди, это общественная организация, имеющая, конечно, у нее есть устав, ордена есть, атрибуты какие-то, символика, ритуалы есть, структура есть, орденов, как правило, всегда была казна, ну или какое-нибудь еще иное имущество, потому что были уже и земли, были уже и замки. И орден, как организация, она всегда, он всегда создается для определенной цели, задачи. Это длительного периода задачи бывает, бывают короткие какие-то задачи. Мы сейчас не будем углубляться в эти вещи, мы сейчас рассматриваем характеристику, что орден это как если бы сейчас у нас была церковь, призванная, допустим, и у нее цель и задача нести какую-то просветительскую деятельность. Либо создается поместная церковь для того, чтобы проповедовать о Христе, проповедовать о Его благодати, милости и спасении, это задача. Или, допустим, создается организация, мы знаем, что реабилитационный центр, тоже понимаем, какая задача. Вот у ордена тоже была всегда, они создавались как организация для определенной цели, для определенной задачи. Я уже вкрапления такие делаю в чисто определение, чтобы мы сразу четче понимали, что вот это орден, какой-то там монашеский орден, немножечко мистическое такое название, в этом есть определенная простота общественной организации. Одна из функций ордена, распознание своих членов, свой-чужой, достигалась путем ношения одинаковой одежды или знаков различия. Как правило, орден имел свою определенную, отличительную какую-то форму, одежду или знаки какие-то. Позднее, это вначале так было, позднее вступление в орден, особенно монархический орден, от слова монарх, мы понимаем, царь, князь, монарх, рассматривалось уже как награда. Так как вхождение в такие ордена, они требовали определенного происхождения уже в последующем. Совершение каких-то героических, благородных поступков. И членство, оно давало привилегии. Это вот если нам говорить об характеристике, что же такое орден. Отделили его от награды, но тем не менее члены ордена получали еще и ордены, как награду уже получали. Я когда готовилась, и в этом вообще можно утонуть, я взяла только, ну так вот, посмотреть, какие же католические ордены существуют. И я увидела, что это огромное количество, я написала их несколько, но увидела в самом списке более 72 орденов, которые были, которые есть на сегодняшний день. И это только католики. Например, вот такие вот вещи. Я вам назову дату рождения. Если есть, назову организатора, учредителя этого ордена. Ну буквально вот давайте так. Бенедиктинцы. Полное название Орден Святого Бенедикта. Создается в 529 году н.э. И создает его Бенедикт Нурсистский. От названия создателя и как бы само название ордена. Госпитальеры. Орден Святого Духа. Полное название. 1175 год. Датировка. Блаженный Гведон его создает. Госпитальеры. Достаточно известный орден. Доминиканцы. Полное название. Орден Проповедников. Видите, здесь в этом уже есть и функция. 1216 год. Создал его Святой Доминик. И мы, когда с вами будем рассматривать ордены, мы будем еще и смотреть на личность того человека, который этот орден организовывал. Иезуиты. Полное название общества Иисуса. 1534 год. Игнатий Лайола. Самый любимый ему орден. Объясню потом почему. Можете сами поймете. Тевтонский орден. Орден госпитальных братьев Пресвятой Девы Марии в Иерусалиме. Полное его название. Тевтонский орден вот так называется. Орден госпитальных братьев Пресвятой Девы Марии в Иерусалиме. С 1191 года до 1809. Видите, какой срок? Это был военный орден. А с 1834 уже монашеский. Кстати, это не ноу-хау для тех времен, ранних времен и времен Средневековья. Я записала один из орденов самых таких свежих, организованных. Сестры, служительницы Иисуса и Евхаристии. Евхаристия это святое причастие. Их так и называют Евхаристией. Создан он был в 1923 году. Создавали его Мотелайна и Юргос. Два человека. Но, видите, совсем свежая дата. И, тем не менее, это орден. Организация такая для определенной цели. Цель мы с вами, когда будем рассматривать конкретный орден, мы эту цель будем освещать. Францисканцы. 1208 год. Франциск Азиский создал его. Августинцы. Полное название августинцы Успения Пресвятой Богородицы. Создан в 1256 году. Александр IV это не патриарх, это Папа Римский. Он объединил всех, все августинские общины в единый орден. И это произошло в 1256 году. Тамплиеры. Мальтийский орден. Теперь уже только называю. Орден иллюминатов. Орден прав человека. Я набрала только католических 72 ордена. Огромный-огромный список. Мы с вами, я так вот самое интересное, наверное, выбрала. Мы с вами будем знакомиться со следующими орденами материала, по которым я буду готовить. Мальтийский орден, францисканцы, доминиканцы, иезуиты, тамплиеры, госпитальеры. Посмотрим обязательно на орден иллюминатов. И я оставила еще орден права человека, потому что он масонский орден. Может быть, даже не сам этот орден посмотрим, а посмотрим еще на масонов, потому что с этим названием много связано. Масоны, кто они такие, мы с вами поговорим об этом. Вот по этому списку мы с вами будем двигаться. Но сейчас вот для начала, мы говорили, что будет общая информация. Мы посмотрим, чем отличаются рыцарские ордена от монашеских орденов. Я себе про рыцарские ордена сделала вот такую вот пометочку. Совсем недавно, в 1987 году, Дарон Бултон, он разбил рыцарские ордена вот этого периода XIV-XV веков на категории. И это будет не лишнее нам тоже знать, потому что вроде бы как рыцарские ордена и дальше что еще может быть. А он их разбил вот на такие категории. Смотрите, монархические ордены. От слова монарх, главы монархи входили и они были организаторами этих орденов. Монархические ордены, братские ордены, то есть братья во Христе, создавали орден для определенной цели. Люди, хорошо знакомые друг с другом, соглашались с тем, чтобы создавать орден. И дальше покатилась история конкретного ордена. Ордены принцев. Понятно, что главы принца. Баронские ордены, тоже комментировать не надо. Организовывали эти ордены бароны. Ордены братства. Есть такие ордены братства. Вот здесь есть смысл сказать. Они создавались в период Столетней войны между Англией и Францией. Тогда очень много братских орденов создавалось. Клятвенные ордены. Здесь уже мы говорим об уставах. Мы уже говорим о присяге, когда речь идет о клятвенных орденах. Клиентские. Их назвали псевдоордены. Это, конечно, ордены без устава. Это обычно какая-нибудь свита. Это свита, например, принцев. Военная, рыцарская. Рыцарская свита принцев. И понятно, что миссия какая-то охранная функция. Почетные ордены. Орден сразу на язык. Орден почетного легиона, который создал, допустим, Наполеон в 1802 году. Вот эти ордены, они без уставов, но очень с такими скрасочными, такими фестонными знаками различия, с наградами. И если говорить орден как организация, то вот здесь уже, смотрите, мы говорим, посмотрим на различия рыцарских и монашеских орденов. Правильнее было бы сказать, посмотреть на различия монашеских орденов, военных орденов, рыцарских орденов и духовно-рыцарских орденов. Есть еще государственные ордены. Вот Тевтонский, кстати, орден был государственным орденом. Но это отдельная категория и нечасто встречающаяся, поэтому сами различия. В чем различие? Все ордены, когда речь уже заходила о принятии в члены ордена, неусеченная какая-то форма, они, монашеские ордены, они давали три обета, три основных обета. Все монашеские ордены давали три основных обета. Обет бедности, обет целомудрия и обет послушания. Бедности, целомудрия, послушания. Целомудрия – это, я бы так сказала, обет безбрачия, скажем так. Это монахи, которые не имели семейных уз. Когда речь идет о военных орденах, когда речь идет о рыцарских орденах, то там есть еще обет чести и преданности. Помимо целомудрия, бедности и послушания, чести и преданности. Но наступили времена, когда не каждый человек, вступая в орден, он бы хотел быть безбрачным, например, или бедным. И тогда одна из форм обетов, например, обет чести и преданности. Если это свита, какого-то сеньора, какого-то клиента, то человек вступает в орден и берет на себя обет чести и преданности, не присягая в целомудрии, не присягая в бедности, не присягая в послушании. И таких усеченных форм членства в орденах, их много. Есть люди, которые просто финансируют ордены. И это тоже возможность быть членом ордена. Сегодня мы с вами начнем с одного из древнейших орденов, который был создан в 500... Сейчас еще раз посмотрю, да, тут, по-моему, в 25-м году. Сейчас открою дату. Францисканцы. Нет, не самые ранние. Францисканцы. Создан был орден в 1226-м году, но вот так и получилось, что с него я начала. Называли они себя... Объясню сейчас, почему. Наверное, это самый скучный такой орден, но тем не менее у них много было функций, и функций интересных. Почему скучный, тоже сейчас узнаете. Они называли себя минориты, меньшие братья. Это католический, нищенствующий, слышите? Нищенствующий монашеский орден. И основан он был святым франциском осистским. Есть такой город Спалетто, очень известный город, очень древний город. Хорошо известен уже с 241 года до нашей эры. И там, в Италии, в Спалетто, организовывается вот этот орден. Что хочется сказать про нищенствующее существование этого ордена. У них была одежда коричневого цвета, которая была опоясана веревкой, обычной простой веревкой. На ногах солдали к поясу, вот к этой веревке приделывались четки. И такая монашеская круглая маленькая шапка. Все. У них даже не было двух одежд. А можно я добавлю, вот? Да. У них еще, вот шапочка, когда снизишь, у них был, волосы все были выбритые кругом. Да, да, да. Это назывался танзура. У францисканцев точно, а не у бенедиктинцев? Вот я не различаю, но посмотрю потом. Но вот шапочка, вот все, что ты описала, вот этот нищенский орден, вот, и там танзура была на голове под шапочкой. Это как клеймо. Да, да, да. Ну, так они, в принципе, и различались. Они, что они делали? Они взяли на себя, устав сам ордена, он предписывал совершенную бедность. Мне это крайне не нравится. Во Христе нет этих вещей. Ну, вот они выбрали такие. Совершенную бедность, проповедь, уход за больным телом и душою, строгое послушание папе римскому. Это был их устав. И Франциск Асиски, у него имя такое длинное, я прямо его записала Джованни, Франческо де Пьеро Бернандоне. Вот такое название. Его потом канонизировали, это святой. И его характером, самого этого человека, основное свойство было сострадание. Он был жизнерадостным человеком. Но, тем не менее, вот это вот сострадание, жизнерадостная натура, поэтическое чутье. Он как бы получил откровение для себя. Он поймал вот из духа вот этот образ нищего, страдающего Христа. Говорю, как есть, нравится, не нравится, но, тем не менее, мы с вами изучаем вполне конкретный орден, длинные истории. Образ нищего, страдающего Христа, призывающего всех следовать за Ним. И вот для Франциска стал источником откровения. Он дал содержание его конкретной жизни и направление его служения. Что он делает? Он глубоко раскаялся в грехах, он каялся и каялся и каялся и каялся много лет. И он признал, признал своей задачей призывать и других к такому же покаянию, чтобы потом следовать за нищим, странствующим Христом. В ранний период сами францисканцы, они были известны в Англии как серые братья. Это в Англии, ну, по цвету их облачения. В свое одеяние они вот опоясывали веревкой вот такой серой, невзрачное облачение. В Германии их называли босоногие, потому что они сандалии носили на босую ногу. Даже это не принято было в то время. Носилось, ну, что-то типа подложки какой-то, типа носков. А они в любое время года ходили, ну, не знаю, позволяла им погода, не позволяла, на босую ногу. В Италии их называли просто братья. Про устав ордена я сказала, уже. Как они становятся постепенно духовниками государей. В 13-м, в 16-м веках они пользовались вообще большим влиянием в светских делах. Пока им на смену не пришли иезуиты. они осуществляли функцию. Вот почему я с них начала, потому что я натолкнулась на то, что они осуществляли функцию инквизиции. Мы сейчас немножко об инквизиции поговорим. Понятно, что многие знают, что это такое, но как термин, но чуть-чуть поглубже, чуть-чуть поглубже. Не они одни. Такую роль инквизиции, она была доверена папой, еще и доминиканцам. Но доминиканцы и францисканцы, они очень сильно конфликтовали теологически. Францисканцам была поручена инквизиция в Центральной Италии, в части Франции. Эмбре, Прованс, Богемия. Вот эти территории, они были под ними. Папа Иннокентий II в 1215 году в рамках святой, создает инквизицию. Что это такое? Святой отдел расследований еретической греховности. Вот так он полностью назывался. Святой отдел расследования еретической греховности. И предназначался для борьбы с ересью. Само слово инквизиция от латинского слова розыски, расследования, исследования. Сам этот термин, он был очень широко распространен и до установления официального утверждения инквизиции. Означал выяснение обстоятельств дела. Вот это вот терминология инквизиции. Она несет под собой вот такую вот смысловую нагрузку. Но выяснение обстоятельств дела, расследования, обычно путем допросов. И часто мы знаем, что применялись пытки. И тут вы понимаете, как это, какая это длинная процедура вообще. Почему длинная процедура? Вот сам допрос свидетелей, там допрос потерпевшего, допрос эксперта, допросы свидетелей, допросы специалиста в этой области, допрос подозреваемого, допрос обвиняемого, допрос подсудимого. Вся эта казуистика, она могла тянуться вообще годами. И в первых веках существования христианства в обязанности диаконов церквей входила такая обязанность разыскивать еретиков, исправлять их заблуждение, очень мягкое выражение, исправлять. Но, как правило, это вот приводило к тому, что инквизиция приносила в действие свои методы. Вот это вот, исправлять еретиков, это в большие кавычки надо ставить. Епископский суд мог отлучить еретика от церкви. И отлучение в последующем, оно уже, уже появилась угроза смертной казни, она была введена в 382 году нашей эры, и ввел данную меру Феодосий Великий. Это уже такой вот человек, он получил власть над восточной частью Римской империи. Сначала как соправитель, потом он стал править этой частью. И почему я о нем заговорила, потому что у него интересный там есть эпизод в его жизни, я его приведу. Он стал преследовать другие религиозные течения в христианстве, вот эти ереси. И он ввел смертную казнь. Его духовным наставником был епископ, святой Амвросий. И произошел вот такой случай в Фессалониках Македония. Посадили в тюрьму вот эти дознаватели Колесничева за какую-то бытовую провинность совершенно. Местные жители потребовали его освобождения. Но от этого Колесничева не только не выпустили, его убили. Его забросали камнями. И начались возмущения, волнения начались, потому что действительно была какая-то бытовая такая провинность. А когда начались эти волнения, сам Феодосий расценил это как мятеж. И приказал перебить уже заранее определенное число горожан. И перебили ни много ни мало от 7 до 15 тысяч жителей. Бунт был усмирен. Ну, волнения прекратились. И когда после этих событий Феодосий, уже будучи императором, будучи главой государства, хотел промолиться в церкви, святой Амбросий не пустил его даже на порог. Он обвинил его в убийстве невинных, потребовал покаяния и только спустя уже 8 месяцев епископ простил императора, заставил его принять закон, по которому вот эта вот утвержденная смертная казнь, смертный приговор, он откладывался на 30 дней после вынесения приговора. В 11 веке епископы уже прибегали к более жестоким мерам наказания, не только смертная казнь как таковая, но уже сожжение на костре, такая лютая уже смерть. В 1256 году папство предоставляет францисканцам право преподавать в университетах. Они создали свою систему богословского образования и породилась целая плеяда мыслителей очень известных францисканцев. Францисканцы активно занимались миссионерской и исследовательской деятельностью. В 18 веке в ордене было уже 1700 монастырей, 25 тысяч монахов. Во многих европейских государствах в 19 веке орден был ликвидирован, но к концу 19 века был опять восстановлен. Сначала в Испании, Италии, затем во Франции, в других странах он был все-таки восстановлен. В настоящее время орден со своими ответвлениями насчитывает 30 тысяч монахов. он продолжает действовать. Смотрите, когда организован 1200-е года 1226-й и он до сих пор существует, насчитывает 30 тысяч монахов, несколько сотен тысяч мирян в Италии, в Испании, в Франции, он существует в Германии, он существует в США, в Турции, в Бразилии, в Парагвае. Большое количество стран имеют такие ордена. Францисканцы контролируют ряд университетов, колледжей, имеют свои издательства. Орденское деяние, одеяние, вот это вот темно-коричневая шерстяная ряса, да, и шапка, она называется клобук, она прицеплялась к поясу. И я бы хотела Франциска Азистского оставить на следующий раз, мы о нем поговорим, приудивительнейшая личность, а сейчас я назову вам известных францисканцев. И так вот выхватило, их очень много, как оказалось, но самые-самые имена, такие, которые вам хорошо известны, начиная от 1200-х годов, 1214-й год, Роджер Бекон, естествоиспытатель, философ, францисканец, Джованни Монтаковина, архиепископ, первый вообще пекинский архиепископ, 1328-й год, Франческо Петрарко, все хорошо слышали это имя Петрарко, итальянский поэт, 1374-й, среди францисканцев было несколько римских пап, Секст Пятый, Климент 14-й, это папы римские, они возглавляли папство, Сьез Адалион, священник, известен тем, что он привез картофель в Европу, он тоже был францисканцем, 1520-й год, Карденос, Бернардо де Карденос, епископ, губернатор Парагвая, он был историком, это уже 1668-й год, между ними колоссальное количество людей, я просто 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, там, чтобы в каждом веке, хотя бы по одному известному францисканцу назвать, Блаженный Соферила, интересная личность, очень интересная личность, 1861-й год, он официальный покровитель цыган, запомните тоже это имя, Блаженный Соферила, его цыгане знают, учтут, Форенслист, пианист, композитор, венгерский композитор, я играла его произведение, но теперь знаю, что он еще был францисканец, 1886-й год, Брат Тук, сподвижник Робин Гуда, тоже сочла нужным его записать, тоже был францисканец, Антонио Вивальди, композитор очень известный, венецианский аббат он был еще. Вот таких людей из этого ордена, очень известных я вам назвала, а в следующий раз мы с вами поговорим об основателе этого ордена, назову еще раз его полное имя, Джованни Франческо де Пьера Бернандоне, его называют Блаженный Франциск, Блаженный Франциск, вот о нем мы с вами поговорим в следующий раз, и я думаю, по времени очень даже логично, то что мы занимаем время на один орден, а потом еще на его лидера, где-то порядка 20-25 минут, хорошее время, слава Богу, сейчас давайте мы с вами помолимся, Господь, я благодарю тебя, что ты делаешь нас людьми, которые интересуются нашими братьями и сестрами, которые исповедовали Иисуса Христа, которые в свое время ревностно относились к Писанию, и говоря об ордене францисканцев, мы не даем ему никакую оценку, но мы хотим сказать, что в свое время этот орден, когда-то созданный как свободное, скажу еще несколько моментов, как свободное братство, свободная община добровольных последователей Христа, оно со временем превратилось, мало того, что в инквизицию, превратилось и в замкнутый монашеский орден, централизованный, оседлый, что стало происходить? Орден можно было войти, было годичное испытание, но когда ты в него вошел, то выйти из него уже было невозможно. Вот почему мы говорим о том, что оно превратилось в замкнутый монашеский орден. И про устав, еще раз напомню, мы говорили про устав, который предписывал совершенную бедность. Когда распространилось количество францисканцев по дальним территориям, где уже было холодно, то им позволили вторую одежду, еще утепленный вариант. Но тем не менее проповедь, уход за больными людьми, за их телом, за их душой, блаженными людьми, строгое послушание Папе Римскому. И в лице его основателя мы поговорим, насколько строгим это было послушание. Мы благодарим тебя, Господь, что ты ведешь нас в историю церкви, что ты даешь нам дополнительные знания. Благодарю тебя, Святой, за то, что у нас появился исторический раздел, ты усмотрел его. И позволь нам, Господь, планомерно двигаться из темы в темы, для того, чтобы народ твой был просвещен, народ твой знал, что помимо нас, последователей Христа, были еще вот такие францисканцы, мы благодарим тебя за этих братьев и сестер, которые верно служили тебе. Мы понимаем, что фанатизм это вещи очень опасные. Когда человек утверждает, что он прав в одном лице и его точка зрения она абсолютно верная, пытаясь всех остальных проверять через свой стандарт, это может привести к такой инквизиции, даже в современном мире, это часто бывает, отсюда действия духа религии, мы сокрушаем сейчас дух религии, и мы говорим, никакой инквизиции в делах веры невозможно, потому что Господь то мирило, Господь определит тех людей, которые были истинными, верными, потому что Бог смотрит на сердце, а не на знание человека. Мы знаем отчасти, мы знаем ту часть, которая определена нам, Богом, для сегодняшнего дня, для той цели, для которой мы живем здесь и существуем, и поэтому не сделай нас судьями друг другу, не сделай нас людьми, которые определяют будущность каждого человека, не сделай нас критиками, Господь, пусть даже если проповедуют Христа нечисто, как говорил Павел, я и тому рад, пусть проповедуют Христа, Бог разберется, каждый вникай в себя, каждый вникай в учение, мы берем это, Господь, для того, чтобы каждый проверял свое сердце, свое хождение, свое личное отношение с тобой, во имя Иисуса, аминь. Аллилуйя, спасибо Господь за всех сестер, которые здесь присутствуют, Господь, благодарю тебя за каждую душу, что ты ведешь, что ты наполняешь, что ты благословляешь и все ты знаешь сердце каждого и желаешь, чтобы эти сердца были очищены, приготовлены, благословлены и наполнены тобой во имя Иисуса, спасибо, Аллилуйя, говорит Галлия Иванова, папа говорит, дочь моя драгоценная, любимая, ценный ты я держу тебя за руку я знаю что ты переживаешь то ты проходишь но ты это все пройдешь потому что я укрепляю тебя и на каждый день есть ответ для тебя прибегай спрашивай я благословлю и наполню тебя и дам победу любой любых обстоятельств а я твой папа виктория твое имя уже говорит что ты и ты во христе побеждаешь все бери эту победу укрепляйся могуществом силы христа у тебя в помощь дух святой он всегда ведет тебя благословляет наполняет и держись крепко обетование которые тебе сказал бери это провозглашай и действует беда за тобой ты победитель говори на это на я нашел пределы твоего сердца и твоего разума чтобы ты познавала истину являлась в истину и ходила в ней не сдавалась они при каких обстоятельствах даже если это очень сильное давление не сдавайся не сдавайся взывай ко мне и я укреплю тебя и помогу тебя пройти это аминь ирина очка дочь моя любимая драгоценная я держу тебя за руку всегда и когда ты роняешь слезы я вижу их и вижу они просто как жемчужины но дочь моя тебе нужно укрепиться сердцем чтобы сердце твое было мужественно чтобы ты не сдавалась никаким обстоятельствам никогда не сдавалась а стояла твердо то что я с тобой я ангелов своих поставил рядом с тобой и уповать его пойму тебе благодать им твой господь аминь благодарю тебя за брата благодарю тебя спать что он всегда всегда ищет твоих путей всегда упывает на всегда господь размышляет над словом и ты его укрепляешь благослови и наполни господь истинно еще больше и крепче и чтобы не поддавался ни на какое влияние этого мира но всегда всегда твердо стоял на основании христа и папа говорит сын мой любимый драгоценный сын я держу тебя я держу тебя за руку я благословляю тебя твердо стою в обетованиях и укрепляйся сердце укрепляйся взирай на слово пропускай его через себя чтобы тебе еще твердый еще крепче уповать на меня говорит господь оля дочь моя любимая ценная я наполнил тебя и дарами и ты служишь и ты радуешь меня я созерцаю на тебя я укрепляю тебя и благословляю наполняю дом твой до избытка и даю тебе новых чтобы тот который в тебе это пастырство это отцовство материнство еще более более проявлялся ибо много детей моих они нуждаются в отцах и матерях и все это в тебе есть чтобы моя любовь она еще больше больше изливалась на детей моих которые так нуждаются в любви говорит господь эльвира аллилуйя аллилуйя господь спасибо тебе за эльвиру спасибо за эти образы которые ты ей всегда даешь и ты открываешь ей глубины твои тайны твои красоте мироздания премудрости и откровение которое есть дух святой и ты наполняешь и ведешь это этим этими чудными узорами создавая красоту красоту и реализуя ее для того чтобы любовь моя она текла на тех кто смотрит на тех кто слышит потому что господь ты действуешь через глаза через уши через ощущение даешь эту полноту и когда люди созерцают творение твое которое ты совершаешь через эльвиру а то сердца тают и приходит тебе господи укрепи нашу сестру и то что она проходит пусть придет сила пройти эти обстоятельства и быть всегда в победе пусть и сердце будет твердым и мужественным несмотря ни на какие обстоятельства аминь 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 спасибо марина мы хотим чтобы и у вас было слово от господа поэтому мысленно простирайте к марине руки дух святой уже знает о чем он будет говорить говоря о марине и господь говорит я ты кисть на моей лозе я поселил тебя именно на лозе я укрепил тебя именно на лозе ты думала что ты живешь в лозу но это лоза моя и все течение времени показала тебе что это лоза не единожды ты услышала что я переименовываю этот участок земли под мой виноградник что я вырастил на этой лозе благородные кисты которые готовы к потреблению и я говорю ты гроздь которая наливаешься силой ты гроздь которая наливаешься соком которая освещаешься словом моим виноград не может созреть без света без солнца и это этим светом является жизнь и подвиг моего сына иисуса христа ты зацепила за него ты зацепила за него всем своим существом ты зацепила за него и держишься и я говорю не отпускайся это истина ты никогда не останешься в поношении и не останешься в стыде уповая на того кто отдал за тебя свою жизнь я благословляю твой путь я благословляю тебя как виноградную лозу наполнится соком напоить многие народы и собою напоить жаждущих и предоставить себя для служения тому кто зайдет виноградник мой и очень будет алкать алкать и ты напоишь его соком своим потому что кисть приготовлена и созрела аминь господь мы благодарим тебя сейчас что мы причащаемся к твоей целостности мы причащаемся к победе к силе твоего воскресенья твоей завершенной работы на голову иисус мы празднуем сейчас победу смерти мы утверждаем сейчас для себя наш дух душу и тело во все сферы жизни утверждаем господь жизнь с избытком мы утверждаем тебя царствующим мы благодарим тебя что мы целостны господь мы благодарим что и душа наша не будет разорвана повреждаема и похищена потому что ты душу свою правила она она целостна господь мы благодарим тебя мой господь что ты есть полнота наполняющая все и во всем и мы сейчас кушаем тебя как жизнь мы кушаем тебя как любовь мы кушаем господь тебя как прорыв и мы благодарим тебя господь что за то что сейчас мая тебя мы принимаем утверждаясь веру в нас твое днк целостное крепости здравия гармонию твою господь во всем духе и в душе и в теле мы благодарим тебя господь что ты наша жизнь иисус мы благодарим тебя господь все ветки было распито тобою на кресте и сегодня мы празднуем господь мы празднуем жизнь с избытком и мы ее принимаем сейчас для себя наше здравие господь нашу крепость и во все сферы жизни нашей где господь сейчас нуждается но где мы нуждаемся в прорыве и в этом избытке мы кушаем принимаясь веру и с благодарностью вспоминая тебе господь мы благодарим тебя что сейчас вспоминая правильно размышляет вам теле мы говорим всякой немощи и болезни всякому неустройству наших телах наших жизнях мы говорим прочь ветхий адам ты на голгофе мы принимаем новое принимаем новое совершенное благословенное и целостное и благодарим тебя за это аминь аминь просто скажите аминь утверждайте это слов своей жизни пусть придет победоносное состояние духа во время принятия этого тела во время принятия этого вина крови пусть это победоносное состояние просто она наполнится ваше существо аминь говорите на это все аминь утверждайте это своей жизни господь я благодарю тебя за то что ты пошел на крест на эту высоту и что с этой высоты колгофской с этой высоты небес пролилась на нас своя кровь она льется до сих пор я верю в то что это высокая точка была ради того чтобы мы облитые твоей кровью и пьющий твою кровь и живущий под твоей крови чтобы мы радовались господь я благодарю тебя за то что ты был на кресте собрал на себя все весь грех и ты знал что после этого и ты знал что ты несешь радость ты несешь искупление ты несешь нам жизнь я благодарю тебя господь за кровь твою нескончаемую благодарю тебя аминь 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 благодарим тебя святой подтверждаем снова и снова наше заветное отношение с тобой слава тебе господь и мы благословляем сейчас израиль и попрошу максима помолиться за израиль благословить этот народ эту землю максим пожалуйста господь я благодарен тебе и молиться всеми в согласии что ты дал через этот народ господь нам спасение спасибо тебе за наших братьев и сестер по крови от агана господь что они были чутки твоему голосу и через них пришел к нам спасите спасибо тебе за наших старших братьев и сестер господь что мы имеем спасение через них это 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 вечная слава господь который их наделил что они через то что были послушны тебе имеет весь такой плод господь мы благословляем наш наших старших братьев и сестер и просим у просим от тебя чтобы у них чтобы совершилась твоя воля совершенная тихо сына чтобы совершилась твоя воля совершенная в этом народе господь частью которого мы через христа являемся благослови господь благослови благослови всяким благословением и пусть господь твоя умножающая сила духа сына тихо ребята умножающая сила духа пусть и за ли сливается в ним господь и беда совершится слово тобою сказанное господь что весь израиль спасется хвала тебе и слава благодарим тебя еще раз за него и благословляем наших старших братьев и сестер господь хвала кем аминь и в рахаха ашем вешмареха я эра дунай панавелеха виху меха и саду най панавелеха вея семлиха шалом да благословить тебя господь и сохранить тебя да презрит на тебя господь светлым лицом своим и помилует тебя да обратит господь лицо свое на тебя и даст тебе мир мы прощаемся на этой ноте и замечательной ноте господь ты сказал так призывайте имя мое на сынов израилевых я господь благословлю их и мы благодарим тебя что твое благословение на сынах израиля и на нас мы обрезаны обрезанием сердечным мы поверить дети авраама и мы соединяемся с нашим старшим братом и принимаем от тебя эти благословения твою победу твое наставление твое могущество активируем дары для того чтобы цель через нас и в нас была достигнута тобой у меня такое свидетельство об исцелении моей внучке у нее была травма щеки такая очень тяжелая видно там очень сильная гематома долго не рассасывалась от удара и я молилась но где-то неделю назад и я вошла в служение прямого эфира ивана комарова и это есть такой проповедник которым двигается в исцелении очень мощно и он стал молиться за ее эту щечку а я возложила духовную руку вот так меня дух святой поздно возложи сейчас представь ее возложи духовную руку свою на ее щеку и когда он молился высвобождал исцеление я прямо почувствовала своей рукой вот жар и я увидела как это гематома потекла и когда я пришла и увидела ребенка гематомы нет она исчезла вот такая слава божья это наша вера господь делайте все с верой я теперь буду вот это вот это чудо духовных наших рук которых сила божья я буду практиковать за исцеление за освобождение на нас это сила в нас и надо освобождать слава богу слава богу за это свидетельство еще у кого-то есть что сказать да очень важное свидетельство считаю вот когда молились первая сестра молилась за тело сколько я помню уж не знаю как это было на деле так выразимся но у меня это почему-то трансформировалось как будто молились за кровь но при этом я получил такое утверждающие для меня во всяком случае слова откровения что вечеря она не исцеляет даже то что у нас случилось внутри или как там как-то сказать она творит новое то чего никогда не было меня это было реально откровение аллилуйя аллилуйя слава богу не только исцеление но и сотворить все новое господь у нас аминь аминь обновление обновление замещение замена вообще творишь еще кто-то ну причастие да как бы я понимаю это да это творение новое это обновление юности и слава богу за кровь иисуса за его тело у меня вопрос вопрос галя далее у нас тоже трассы и свидетельство на но она не через расстояние руку положил не духовную как ты говорил а прямо маршрутки на это же там под рукой опухоль ушла у человека большая ноги не ты рассказала я не знаю может ли в духовном мире быть больше чудо меньше не знаю но это все пошел сюда но вот как и получается что он галя она как бы духовно вошла в это ведь она это ощутила она в этом была в этом процессе когда через нее господь вот так прям делал да и теперь она может возобновить это в себе вот это ощущение или или это не то вот как это ну то что она вошла или это как-то по-другому у нас недавно на группе просто разговор был войти в благословение это просто войти и они стоят рядом вот галя же не рядом стоял как это поля можно я отвечу как я понимаю но муж и дух мы же дух да я духовно там было вместе с иисусом как бы я здесь а иисус там я духовно возложила руку и у меня у меня так было уже не один раз я понимаю что под только потому что мы дух вот так работает дух святой работает господь он сказал у меня нет ни времени ни расстояние в этом есть некая такая простота одно дело переживать вхождение как-то эльвира спрашивала а другое дело понимать что в этом истина совершаем господь сказал возложите руки на больных возложить это не говорит о том что рука должна быть на теле это может быть в духе как у гали это может быть на теле конкретно на теле и исцелен будет исцелен будет не попробуем исцелить а он будет исцелен потому что сила божия высвобождается и понятно ключевой ключик это вера да я верю я знаю что это это истина я делаю это в послушании господу и это совершается силой божьей через меня я как проводящий сосуд я могу это сделать могу под эти вещи не согласиться потому что где-то боюсь где-то боюсь что не получится где-то а вдруг будет хуже людей всякие имеют откровение на этот счет вплоть до того что не возлагайте рук поспешно там и так далее кто-то говорит что если ты будешь молиться за исцеление все болячки его будут на тебе вот эти ереси нужно разрушать господь нам сказал учеников мои будут сопровождать сие знамения положите возложите руки на больных они будут исцелены они будут исцелены понятно что это делает дух святой через нас но он обнимает через нас он говорит через нас он ходит через нас потому он нам и говорит представьте тела ваши он просит у нас тело чтобы обнимать ходить целовать совершать какие-то дела ну и ключ вера чувство это душа душа она все-таки должна быть под глаз на духу ну да не всегда мы чувствуем не всегда мы переживаем но мы знаем что в этой в этом истина потому что написано ну вот он поместил видением не сегодня да я видела я была над головой директора нашего и сзади и сейчас до сих пор я могу опять войти в это введение но я не поняла что от меня я вообще как-то отвлеклась от этого а теперь когда галя говорила и ты дополнила я понимаю теперь господь меня туда перенес духом я просто должна была молиться не могу что-то приселся ну смотри маме а 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